Ирбитские подмостки Ирбитский фестиваль вышел далеко за рамки не только Свердловской области, но и всего Большого Урала. При этом не теряя своего значения для самого Ирбита и для городов вокруг, жители которых очень любят Ирбитский драмтеатр. Так что с удовольствием и большим интересом посещают все спектакли, представленные на фестивале. Каждый год попадаем практически каждый год на фестиваль. Поэтому мы любим различные представления детские, ездим с педагогами, с коллегами. Поэтому для нас это явление обычное. На самом деле игра актеров настолько эмоциональна. Им веришь, им веришь вот этим всем чувствам, то что происходило на сцене. И порой просто возникали такие моменты, что мурашки по коже. От того, что вот насколько это все эмоционально. И вот сидишь и смотришь просто не отрываясь. Оригинально, красиво, ярко, смело даже где-то. Это интересное сочетание именно классики и современного взгляда на некоторые вещи. Которое с одной стороны погружает в ту эпоху, но с другой стороны показывает актуальность в любое время. Пьеса зовущая, вечные темы, вечные проблемы, талантливые актеры, решение режиссера превосходно. Хочется спасибо сказать всем. В столицах театр разный и разнообразный. Потому что театров много. В любите театр один. И любой фестиваль это ярмарка новых возможностей. То есть люди, которые приходят на фестиваль, они понимают, что театр можно делать бесконечным количеством способов. И даже в этом фестивале был и традиционный театр, и нетрадиционный, и какой-то радикальный в этом смысле. Не чрезмерно радикальный, но все равно. Но хотя бы доля эксперимента, она безусловно здесь присутствовала. Был театр социального звучания, был театр художественный, был театр в одной актерской системе, был театр в другой системе. Вот это разнообразие и ярмарка возможностей, она расширяет горизонты искусства. И зрители, сравнивая разные театральные системы, начинают требовать от местного театра повышения качества, по сути. Потому что только в сравнении можно понять, где ты находишься. А ведь спектакли из основной афиши фестиваля далеко не все, что было включено в его программу. Для участников важной составляющей стало ежедневное неформальное общение в формате актерского клуба и, безусловно, профессиональные разборы представленных постановок, а также оценка проведенной работы от критиков. Нам любопытна оценка творчества, потому что если нас не обсуждать, не оценивать, мы, как говорится, заблудимся сами в себе. Мы можем куда-то пойти. Нам важно, чтобы нас направили, чтобы нам сказали. Хорошо, плохо. Потому что с Буинским театром сотрудничество продолжается. И мне важно... Они вообще, кстати, очень заинтересованные люди. Они любят, когда их обсуждают. Они любят слушать людей. Они вообще достаточно такие стремящиеся к росту артисты. И труппа там достаточно очень доброжелательно настроена. Мы согласны со всеми замечаниями. К сожалению, Рената с нами не было, потому что были вопросы именно к режиссеру. Достаточно много их было. Но это интересно, интересно. И вот, мне кажется, подытожили очень правильно. Это театр. Это театр, сколько зрителей, столько мнений. Мне кажется, вся прелесть театра в том, что он вызывает совершенно разный отклик в разных людях. Не остались без дополнительного внимания и зрителей. Для них в программу фестиваля были включены лекции о значении творчества Островского для русского театра и круглый стол, участники которого обсудили вопросы современного восприятия классических произведений на театральной сцене. И в первую очередь молодым поколением зрителей. Меня поразило, как, казалось бы, есть какие-то гости из разных профессионалов, есть гости из разных городов, и им флаг в руки, и им дали возможность поговорить. Но учителя говорили о своих болячках и предлагали решение. Они были на равных с приглашенными гостями, и у них была какая-то позиция своя, очень четко выраженная, и свои требования к театру в том числе. И я вижу и по состоянию зрительного зала все то же самое, что в Ирбите, как и в большинстве маленьких и малых городов, есть большая смычка между театром и обществом. Гораздо больше потребность в театре, гораздо больше связи между сообществом и тем, что театр показывает. И есть ощущение, что театр отвечает на повседневные потребности общества и помогает жить, выживать. И все же фестиваль подошел к своему финалу. В последний день были названы обладатели главных премий и специальных призов от жюри. В том числе наш Владимир Ильин, отмеченный за роль второго плана в спектакле «Поздняя любовь». Ну а гран-при фестиваля в этом году было отдано спектаклю, получившему высокую оценку и жюри, и зрители. Гран-при – это время за все. Если можно, если бы из режиссуры, из актерского мастерства, из ансамбла, из сценографии, из музыкального оформления. Вот, так сказать, все то, что стало откровением, открытием, потрясением, надеющим только для жюри. И в этом смысле гран-при – это мы решили, процентным решением, да, в этом смысле, без колебаний, посвятить главную награду фестиваля, значит, 12-го фестиваля английской подмостки, спектакль из города Нижний Камск «Гроза». И все же окончание ирбитских подмостков совсем не означает, что театральная жизнь в «Орбите» даже в ближайшее время будет поставлена на паузу. Впереди есть и другие яркие события, способные и удивить, и порадовать всех ирбитчан, любителей театра. Желание творить, и администрация города не дает нам спать. У нас впереди фестиваль «Каледоплейс», на который мы везем спектакль «Угонщица». И сразу после этого, параллельно с отпуском, мы будем готовиться к открытию ирбитской ярмарки, к фестивалю ландшафтного театра «Юрбея». В этом году к нам приедут новые коллективы. Он будет шире, чем в прошлом году этот фестиваль. И надеюсь, что с каждым разом он будет становиться еще интереснее, еще круче.